Всем привет! С вами я, Лиша Данца, и у попали мой канал, и сегодня я снимаю новое интересное видео. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как проходит моя учеба на дистанционке, а также как проходит мой продуктивный день. Надеюсь, вам будет интересно смотреть это видео, но перед началом видео не забывайте подписываться на мой канал. Ну что, давайте начинать? Поехали! Кстати, вообще сейчас утро, и я только недавно проснулась, успела причесаться, умыться, почистить зубы, и сейчас я хочу сделать маску, а пока я буду ее делать, я вам расскажу, почему мы вообще сидим на дистанционке. Осталось только выбрать, какую маску мне делать. Даже не знаю. Думаю, между вот этими двумя я не знаю, какой цвет взять, ведь они вообще одинаковые, но просто это с макаронцами, а это с мороженым. Ну, я думаю, возьму, наверное, с мороженым. Так, она розовенькая, она подходит сегодня ко мне. Ну, начнем с того, что вообще я хожу в школу, и на дистанционке я сидела только в прошлом году во время пандемии, а также в прошлом году у нас была как бы дистанционная суббота, то есть вместо субботы мы не ходили в школу, а сидели на дистанционке, вот. А в этом году мы уже полноценно ходим в субботу в школу. Так вот, сейчас мы спокойно ходим в школу, у нас нет никакого карантина, никакого дистанционного обучения, ну, лично в нашей школе. Я запуталась, как маску-то открывать. Она, кстати, очень вкусно пахнет. Так. Какую страну одевать, думаю, это. Все, я одела маску и могу теперь вам все дальше рассказывать. Сейчас, как вы знаете, 11-классники и 9-классники сдают всякие ОК, ЕГЭ. Так вот, в нашей школе сегодня проходит то ли подготовка, то ли они уже пишут, честно, я не знаю, что именно. И у нас так практически каждый день отпускали определенную параллель. Например, параллель 8-го класса сегодня сидят дома. А параллель 4-го класса, насколько я знаю, сидела на прошлой неделе или позапрошлой, потому что у меня сестра учится в 4-м классе, и я знаю. И так каждая параллель. Ну и чтобы мы не сидели просто так дома и ничем не занимались, нам решили сделать дистанционку. Здесь я вас не пугаю в маске. Кстати, нам наклеили в дневнике, можно посмотреть. Сейчас. Вот, то, что 27-го апреля 2021-го года в школе проводится КГЭ. Честно, я не знаю, что это такое. Я знаю, что такое ЕГЭ, но, может быть, это какая-нибудь подготовка. Вот, поэтому учащиеся в 8-го класса в этот день переведены на дистанционное обучение. В общем, я сейчас сижу, монтирую видео и решила все-таки загуглить, что же такое КГЭ. И КГЭ – это новый формат сдачи ЕГЭ по информатике. Вот, поэтому теперь я знаю, что такое КГЭ. Вот, в этот день у нас пределы такие как Ангибра, Информатика, Литература, СПБ, Биология и Русский. И сейчас, когда я доделаю маску, мы будем с вами сидеться и делать уроки на сегодня. Ну, то, что классные работы. А также делать уроки на завтра. Маску нужно на лице держать 10 минут, так что ждем 10 минут и потом снимаем. Спасибо. Пока этот компьютер включается, этот я могу убрать или просто встать рядом. Вот, кстати, смотрите, как я его красиво обклеила наклеечками, которые я нашла дома. Вот, а пока там включается, я буду снимать свою маску, так как она уже с меня слазит и она уже высохла достаточно. Ну, и прошло 10 минут. Все, я сняла маску. Осталось растереть всю эту жидкость, которая осталась от маски. И можно будет сидеться за уроки. Ну, все, маска впиталась. И я сейчас буду грязным в своем столе, так как все-таки за грязным работать не очень удобно. Ну, и краситься я не буду, так как я все-таки дома и думаю, что делать мне это не нужно. Смотрите, я уже убралась на столе. Теперь здесь намного чище и комфортнее работать. Компьютер уже включился и осталось только найти Google Class. Кстати, что такое Google Class я вам тоже попозже расскажу. Ну, а сейчас, перед тем, как начать работать, я хочу сходить на кухню и налить себе чай, может, горячего шоколада. В общем, чего-нибудь вкусненького. Вот так вот. Я съела бутерброд, тут не допила чай, поэтому я взяла его в комнату. И, наконец-то, мы с вами садимся за уроки. Сейчас нужно достать все предметы, которые мне сегодня нужны для того, чтобы выполнить задание. Вот, поэтому я достаю дневник, снижаю какие-то предметы и достаю все остальное. Я достала все учебники, все тетради и дневник. И сейчас мы будем смотреть, что убирать и что оставлять. Так, задание по алгебре у нас есть, поэтому мы оставляем учебник по алгебре и тетрадь по алгебре мы оставляем. Так, уберем пока на кровать, чтобы ничего не мешалось. Так, учебник по русскому мы тоже оставляем, так как задание по русскому тоже есть. Вместе с тетрадью. Так, следующее у нас литература. Литературу мы можем убрать, так как литература у нас там вроде бы какой-то проект. Я просто поделала, точно не знаю. Но вроде бы проект, и так как мы дома, мы не можем его сдать, поэтому литературу можно убрать. Так, СПБ мы тоже убираем, ну то есть оставляем, потому что там есть задание, если не ошибаюсь, конспект. Так, биология. По биологии мне нужно повторить все темы, а также сделать одну таблицу, которую я не сделала, а они все остальные сдали уже тетради. Поэтому биологию мы тоже оставляем. Так, русский я уже говорила, но и осталась информатика. Информатика, вроде бы, тоже есть задание, поэтому мы пока оставляем и открываем Google Class, чтобы узнать задание. Вот, за это задание нам дадут 5 баллов. Это по информатике, программирование линейных алгоритмов. Срок сдачи у меня сегодня 8, поэтому до 8 я должна сделать. И когда я все сделаю, я должна вот здесь прикрепить то, что я выполнила. Давай сейчас читать, что мне задано, и выполнять. Мне нужно посмотреть видеоурок и выполнить тест, поэтому сейчас я этим и займусь. Линейных алгоритмов. Все операторы, входящие в программы, реализующие линейные. Все, видео я посмотрела, и сейчас буду проходить тест для проверки знаний, за которого, скорее всего, я и получу оценку. Вот так выглядит тест. Здесь мне нужно ввести класс, фамилия, имя и выполнить задание. Давайте посмотрим, сколько здесь заданий. Ну, много. Ну, ладно. Сейчас будем с вами все это проходить. Я пришла тест, поэтому компьютер можно выключать. И написала конспект по истории Санкт-Петербурга, поэтому информатику и СПП можно убирать. И сейчас я буду следить за алгебру. Я говорила, по алгебре мне нужно сделать три номера, и также нужно будет сделать ВПР, решительный листочки. Поэтому сначала сделаю номера, а потом буду делать на листочке ВПР. Я сделала номера по алгебре, три номера, вот они. И сейчас буду делать ВПР, который я прислала учительнице на листочке. Я решила ВПР на листочке, сделала задание. Вот, поэтому алгебру можно убирать. И тут, кстати, были задания с геометрией, поэтому я достала тетрадку по геометрии, чтобы понять, как решать задание. Вот. И сейчас будем приступать к русскому. По русскому мне нужно просчитать параграф 63, потом сделать номер 392 и 398. А 400 — это нужно подготовиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я сделала русский, и сейчас я буду делать биологию, табличку. Смотрите, как выглядит сейчас моя тетрадь. Во-первых, вот тетрадь, и она прикреплена на такие штучки. Помимо этого еще прикреплены листочки, потому что к моей старой тетради, когда она закончилась, я писала на листочках. И плюс вот она, моя старая тетрадь. Просто моя тетрадь сейчас такая толстая, огроменная вообще, конечно. Вот, поэтому сейчас я буду делать табличку. Я узнала, что мне нужно сделать табличку про правила гигиены глаз, то есть пишем правила и потом объяснение, поэтому я сейчас буду это делать. Субтитры сделал DimaTorzok Я только что закончила таблицу, вот 15 правил по гигиене глаз, поэтому биологию я могу тоже убирать. В принципе, я все выполнила, мне осталось... В принципе, я все выполнила, мне осталось только подготовиться к контрольной работе за весь год по географии, поэтому я сейчас буду к ней готовиться. Знаете, хотела я сейчас начать повторять географию, заметила, что у меня еще не доделана эта таблица, это я все сделала, осталось только доделать эту таблицу. Вот, за это у меня уже стоит пятерка, а здесь нужно сейчас доделать. Что я сейчас буду делать? Мне нужно сейчас заполнить таблицу про северо-восточный Севирь, Поэтому сейчас я буду искать этот параграф и делать. Все, теперь точно я все сделала, доделала таблицу, поэтому можно все наконец-то убирать. Кстати, сейчас 2 часа 30 минут, и по идее через 10 минут у меня должны закончиться уроки, поэтому я практически вовремя закончила. Все, на столе чисто, я все убрала, все учебники, вот. Еще отключила свой компьютер старый, и сейчас я его хочу унести на место, где он лежал, а на его место я поставила свой новый. Я вышла на балкон проверить, какая у нас сегодня погода, и сегодня опять холодно, дождливо, и опять идет небольшой дождь. Ну, кстати, немного есть и солнышко, оно иногда выглядывает. Сейчас я опять села смотреть молодежку, и сейчас я уже на пятом сезоне 37 серии, вот. И еще я сейчас поснимала stories в Instagram, так что переходите в мой Instagram, ссылочка будет в описании, и подписывайтесь. В общем, я уже посмотрела сериал, и сейчас мне нужно собираться на тренировку, поэтому у меня скоро танцы, а именно сегодня у нас хореография, поэтому я сейчас отправляюсь собирать вещи, одеваться, причесываться. В общем, давайте поскорее собираться. Субтитры создавал DimaTorzok Вот я уже переплелась, краситься я не буду, так как на тренировку я не крашить, потому что поры забиваются, в общем, лучше этого не делать. Там у меня вещи, я их уже практически собрала. Вот, сейчас еще поснимаю немного stories в Instagram, и можно будет входить. Кстати, сегодня у нас хореография, и я сделала хвостик, пучок я не стала делать. Если вдруг мне начнут вмешаться волосы, то я их заплету, резинка у меня со мной. В общем, я переоделась, собралась и готова ехать на тренировку, поэтому мне пора с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно смотреть мое сегодняшнее видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, не забывайте писать комментарии, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока!